Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Перед вами небольшой чурбачок ясеня. Блин, в печку жалко кидать, вот смотрите. Такие миленькие прожилочки, плотная деревяшка. Хочу все-таки из нее выточить что-нибудь на токарном станке. Конечно, можно было здесь бумажки наклеить, эпоксидку заклеить, чурбачков каких-то навтыкать, но в этот раз буду делать немного не так. Обойдемся в этот раз без эпоксидки. Распилю чурбачок пополам, чтоб пропил через центр проходил. Так как в центре у ясеня всегда вот эта дырочка. Ну и распилю все, конечно же, на ленточной пиле. Полотно здесь у меня сейчас стоит 6 миллиметров. Это очень экономное полотно. Одна половинка, конечно, практически тут идеально. Дальше ведь растрескивания нет. Здесь есть трещинка. Не знаю, попробую сейчас. Клея сюда добавить, вот здесь струбцинкой сжать. Еще один пропил не хочу делать. Ну и склеить как? Смотрите. Загоним сюда клея ПВА. Загоним сюда клея ПВА. Загоним сюда клея ПВА можно. Вот так, да. ПВА у меня что-то такой не старый, не загущенный. Поэтому хорошо тут протекает. Вот уже и снизу протекает. Я думаю, все будет нормально. Ну и далее все струбцинкой здесь соединю. Пока весь клей не вытек, надо прижать. Для этого беру пушную струбцинку. Ну тоже вот ясневая палочка. Думаю, она не сломается. И вот сюда нужен клинушек. Смотрите, клей полез. Значит щелочка уходит. Видите, угол тут еще есть нормальный такой. То есть струбцина здесь давит туда, куда нужно. Оставляем эту заготовку до полного высыхания клея. Да, если так будете делать, еще тут один совет. Вот смотрите. Когда клин вот эту девяшку прижимает, давление настолько высокое, что вот в этом месте где-то может лопнуть. И этот клин вылетит как пуля. И этот, и этот. Поэтому вот видите, у меня еще струбцинка с этих сторон это все держит. После того как клей высох, теперь вот эти две поверхности на этой и на той заготовке нужно выровнять. Можно конечно выровнять на шлифовальной машинке. Можно на каком-то шлифовальном круге с наждачкой. Но я покажу, как это отстрогать. Вот смотрите, здесь есть сердцевинка. Острогать она до тех пор, пока сердцевинка уйдет. Ну и вот эти вот деревяшки пока уйдут. Вот так просто держать заготовочку будет стремновато. Можно это делать только если... Очень острые ножи, ротик здесь прям маленький, хорошо отрегулирован. Ну на всякий случай струбцина мне в помощь. Буду держать струбцины. Ничего тут не вырвет. Ну вот смотрите, все четко. И практически безопасно. Сердцевинки нет. Здесь края тоже все отстрогал. Ну и теперь я имею такие две прекрасные половинки, которые можно было бы и склеить. Годовые кольца практически совпадают. Маленькое но. За счет того, что здесь распилили, отстрогали. Теперь ширина 105 миллиметров. А вот здесь длина назовем 115 миллиметров. То есть 10 миллиметров не хватает. На это можно как бы забить, склеить, обточить. Ну подумаешь, на сантиметрик станет поменьше шкатулочка в диаметре. Давайте сделаем нечто иное. Сюда сейчас сделаю вставочку. И таким образом мы размеры сохраним. Ну а вставочку будем делать излишне. Она немножко растрескана. Ну не то чтобы прям немножко, прям множко. Но я думаю, на вставку выберем мест без трещинок. Ну смотрите. Я же говорю, что всегда можно выбрать место без трещин. Ну а здесь пильнем чуть шире, а потом обрежу и трещинку. Ну а здесь. Вот эти две деревяшки склею сейчас. Их вполне хватит по ширине на вставку. После того, как две половинки склеил, пропустил все еще через рейсмус. Здесь 11 миллиметров. Есть небольшие изъяны. Изделие же вот так будет. Потрохайте, будет удаляться. Поэтому на вот этот изъянчик, вот эту трещинку можно забить. И на эту тоже. Только да. Вот это будет донца. Поэтому сюда вставка без трещин. А сюда пусть будет с изъянчиками. На столе циркулярки, пожалуй, склеивать не буду. Перейду в другое место. После склейки пенечек выглядит вот таким образом. Далее только токарка. Точить поначалу буду на планшайбе. Это планшайба Рекорд Пауэр. Планшайба диаметром 67 миллиметров. Идеально подходит вот на маленький патрон. Это СС-2. Большого усилия на ключик прикладывать не надо. Так как железо к железу. И так тут плотно встает. Вот так вот. Вот как только стружечка длинная полетела, значит все тут ровненько. Ну и я продолжаю. После того как проточил тут донца, чтобы можно было установить на патрон, заготовку можно переворачивать. Донца здесь отшлифовал уже. До безумия ключом тянуть не надо, так как кулачки железные и все равно девяшка по-любому. Ведь слабее, чем железо. И разорвать ее быстро можно. Так, снаружи теперь можно шлифануть. Шлифовать буду. Полировальная машинка. От статус. Буду шлифовать на полные обороты. Здесь 1650. Ну а на станке, наверное, проставлю. Обороты 800 для начала. Ну и пылеудаление, конечно, включим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а что, смотрите. Рисок нет. Ясень уже блестит. Поэтому можно переходить к внутренней росточке. Внутри такой сухой ясень. Ну, очень плохо точится. Смотрите. Тут резец для чаш. Рекорд пауэр. А, ну вот так он правильно называется. Боулгауч. Да. Сталь хорошая. Но даже этот резец приходится в водичке остужать. Стружки как огонь летят. Резец очень сильно греется. Обороты 800 оборотов в минуту. Быстрее уже нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 После шлифовки можно покрыть теперь изделие и маслицем. Масло у меня мартьянов для столешниц, разбавлено 1 к 10, колер паприка. Уже я такой цвет на ясе не пробовал, но мне понравилось, поэтому решил повторить. Баночка лопнула, но ничего. Думаю масло не потеряю. Ссылка на масло под видео, там же найдете промокод на скидку 10% на всю продукцию торгового дома мартьянов. Колеровку делал давно, поэтому колер здесь уже хорошо растворился и хорошо проникнет в поры дерева вместе с маслом. Да, тут такой совет, если хотите, чтобы окраска деревянки была более интенсивная, то масло разведите немножко раньше, а не прямо в тот момент, когда собрались красить. Покрывать изделие нужно со всех сторон, поэтому сейчас сниму с патрона и окрашу донца. Далее ждем полчаса, убираем излишки и в конце видео покажу уже результат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... К этой шкатулочки. Сделаю еще крышку. Сделаю еще крышку. Ну, по-моему, цвет вот здесь сбоку вообще изюмительно смотрится, здесь немножко хуже, здесь по торцам, красная сильно взялась, но потом можно будет чуть подновить, чуть подшлифовать, эта краснота уйдет, с крышечкой вот так. По-моему прелесть. Всем кому такой мастер-класс понравился, пальчик вверх, подписываемся на канал, оставляем комментарии, а я ненадолго с вами прощаюсь, всем пока. Продолжение следует...